Ну и первый день на войне, я помню, еще в 14 лет. Ему мошонку прострелило пулей, но те стикулы не тронул. Грузинский легион составляет из себя более тысячи человек. С какой стороны они попробуют ударить снова? Тебе забрал меня в войну, чтобы мотивировать, во-первых, своих бойцов. А кто были самыми жестокими на той войне против грузин? Они все равно переродились в еще худшую форму той же империи. Не обязательно поставлять себя под пули, чтобы показать свой патриотизм. А что они делали с пленными? Это просто большое сборище, я бы назвал Бандай, под названием Россия. Наша семья была расстреляна при первой аннексии Грузии. Есть кое-какие профессионалы тоже. На этих профессионалов мы и охотимся. Украина, как бы сказал, сегодня сама опытная армия в мире. Где остановится Рашистан? Субтитры создавал DimaTorzok 27 лютого 2022 року, на третий день після початку повномасштабної агресії Рашистану проти України, я подзвонил моему другову грузину и спросил, что мы делаем. Он сказал, что мы едем в Украину воювать. Ты с нами? Я мав секунду для того, чтобы принять решение. С 3 березня мы заняли свои позиции в Украине. С 9 березня воювали под Ирпенем и Гостомелем. Разом с моими грузинскими друзьями и братами по крихотному взводу грузин, который приехал тогда на начатку агрессии. За фахом я журналіст, мы делаем цикл истории для Detector.ua. Моё имя Олексей Бобровников, я беру интервью. Я мне реально вот эта веревка спасла жизнь. Мне братанни ДТО перед смертью ее дал. И за три дня, да, он говорит, чувак, ты в очках, давайте я тактики сниму. Я их не ношу, возьми ее. И мы когда под обстрелом его выносили, уже мертвого. Ну и естественно сразу падаешь, ложишься. А я не х** вижу без очков. Минус 11, да. И вот если бы не это, я бы не вышел. Ну вот. Понятно. Просто как... И теперь все как память. Какой первый день на войне твой, ты помнишь? Мой первый день на войне я помню еще в 14 лет. Так что это было довольно давно. Но это было 30 лет назад практически. Так что первый день на войне был с моим отцом. Довольно интенсивный день. Потому что тогда Грузия была немного в другом положении. Также вела полномасштабную войну против России. Но, к сожалению, оружие и амуниции у нас было намного меньше, чем сегодня в Украине. Так что день был не из легких. И я читал, и там несколько версий было в прессе разных, что с одной стороны, что ты сбежал из дома, чтобы попасть на войну. С другой стороны, что отец забрал тебя на войну. Отец забрал меня на войну. То есть вторая версия. Это единственная версия, которая была тогда. Отец забрал меня на войну, чтобы мотивировать, во-первых, своих бойцов. Свою бригаду, которую он уководил. На тот момент это было очень важно. Потому что практически в Грузии нет такого человеческого ресурса, какой есть даже у Украины. И основную часть патриотов, которые первые идут на войну, их убили. Так что в последующем уже довольно сложно было психологически. Ребята, мы идти воевать. И вот мой отец взял меня с собой. Это было чисто идеологическое решение. Ну, мол, вот мой сын. Да, и вот как это? Отдал единственного сына возлюбленного своего. Он показал показ. Как раз вот по нового завета мы тоже коснемся. В тот момент, когда мы попали в плен, для русских это абсолютно ничего. Когда сын берет, отец берет сына на войну. Для Кавкаса это сыграло ключевую роль, что нас практически не расстреляли в Глину. Потому что чеченцы, скажем, они настолько это уважали, что каждый из них кланялся моему отцу, когда заходил к нам в лагерь военнопленных. Это чеченцы, которые тогда еще воевали на стороне России. Ну, они... Да, они... Они... Я бы сказал, тогда был Дудаев, глава государства. Вот. И Дудаев запретил им ехать на войну против Грузии. Но тем не менее, когда часть чеченцев поехала, воевалась против нас. Вот. И то, что мой отец меня оттуда взял, это спасло не только нас, это спасло много грузин, которые находились в плену. Потому что они начали понимать, что люди, не защищающие свою землю, человек не защищающий свою землю, ни за что бы не взял своего сына на убой. Они начали понимать, что мы воюем за свою землю. Хотя российская пропаганда и тогда их травила довольно сильно. А кто были самыми жестокими на той войне против грузин? Правду говоря, отличались армяне. Батальон Баграмяна, который практически издевался над пленными и издевался над местным населением. Ну и русские, сами-самые идеологи этой войны были русские. Русские выдумали тем, это попыток, которыми мы потом уже пользовались, наверное, те соединения этнических армян, которые воевали против Грузии. Научились мастер-классу? Да, научились у самых близких друзей. А что они делали с пленными? Я никогда не люблю ходить в детали, потому что это довольно... Это больно. Ну, я бы не сказал больно, я от этого травму... Я не знаю, почему, но, наверное, не получил лыжи. Просто, будучи подростковым возрасте, мой мозг попытался это забыть и забыл. Но просто в детали уходить насчет плена я не люблю, и я практически никогда этого не делал. Скажем, это плен... довольно жестокий плен. Потому что находишься в руках у безморальных людей. Безверующих людей, я бы сказал. 92-й. Гвардия Акетова, я так понимаю, да, Национальная гвардия или Махедрионе? Мы не входили ни в Национальную гвардию, мы входили в корпус Министерства обороны. Это была 23-я бригада Министерства обороны Грузии. Мой, ну, друг близкий, сейчас уже нет его с нами, Пата Миларава, был в Махедрионе, но сложил оружие сразу же после войны, то есть не участвовал во всем этом. Да. Потому что было после, и он воевал под Тамышем, а потом под Сухуми, ему мошонку прострелило пулей, но те стикулы не тронул. Ага, понятно. И Пата такой удивительный парень был с взводом очкариков. А кто был, ну, что помнишь о своем взводе тогда, да, вот, какие, какие персонажи были там, да, кто был рядом, кто были братьями с тобой рядом. Я бы сказал, что наша, наша бригада, бригада моего отца накомплектовалась профессионалами и тогда. Так что у нас было довольно такое чисто военное подразделение, батальон, бригада назовем, которая отличилась и на фронте. Мы практически в плен попали из 400 человек в плен попало 33 человека. Практически все остальные были уничтожены. Вот. И мы были на фронте где-то год. В принципе, с самого начала до самого конца. Под конец войны мы попали в окружение. Потом русские и так называемые Абхазы, потому что Абхазов там практически не было. Взяли в заложники с семью, которая была рядом с нами. И нам пришлось сдаться именно потому, что хотели растрелять семью. Прислали мать с ребенком. Четыре ребенка они оставили в заложниках. Было пять ребенка у семьи. Пять детей. Ну, тогда мой отец принял решение сдаться. Ну, практически мы не смогли сопротивляться, так как амуниции у нас уже не было. То есть, чтобы избежать лишних жертв, хотя мы не знали, что будет в плену, но отец принял решение сдаться тогда и так мы попали в плен. То есть, ну, получается, что это не Путин придумал, а как в этой его знаменитой и отвратительной цитате, когда я хочу посмотреть, говорит, да, Карлик, как они будут стрелять в своих людей, когда перед ними будут стоять женщины и дети. Да, когда он говорил, он искренне высказал то, что у него лежит в сердце, так что абсолютно ничего удивительного в этом нету. Они соответствующие и вели себя и ведут, так что. Ну, я имею в виду, что Путин тогда, грубо говоря, еще был мальчиком, да, он был мальчиком на побегушках у Собчака, и, то есть, это был, это не путинская Россия, я вот к чему, да, это тактика не присущая сугубо путинской России, как вот эти называемые хорошие русские пытаются представить. это народный менталитет, это менталитет варварского общества, которое никак не может ужиться с цивилизованностью. Так что, дело абсолютно не в Путине, дело абсолютно не в политической верхушке, как мы привыкли это говорить вообще в разных странах. Так что, дело в русском менталитете, если можно назвать варварство менталитетом, это просто большое сборище, я бы назвал бандой под названием Россия. Включая детей и женщин, я абсолютно не вижу никакой разницы в менталитете ребенка, который выходит и поддерживает Путина и поддерживает убийство. То есть, они растят своих детей террористов. Выстраиваются буквой З, да? Да, это народный менталитет. Я честно думал, что это все-таки педагогика, которая на них влияет, а потом я понимаю, что с каждой фазой новой реинкарнации Российской Федерации, казалось бы, пережив большевистский переворот и террор 17-го года, но они все равно переродились в еще худшую форму той же империи. Если мы возьмем даже примитивный пример классиков русских, которые знают, как называть российский народ, мы просто можем понять, что из себя представляла Россия. Хотя как раз эти классики были одними из самых больших пропагандистов тогдашнего времени России. Но они реально самокритиковали по сравнению с нынешней медиа Путина. Так что российская пропаганда имеет довольно глубокие корни. И она родилась практически вместе с Россией. А бывают хорошие русские? Мне они не встречались. я вот искренно говорю не то чтобы просто я их не люблю или не объективно. Я не видел хорошего русского. Я не встречал в своей жизни хорошего русского. У меня были иллюзии например насчет Гарри Каспарова. Мы были знакомы с ним. Ну вот. И я совершенно четко это понял когда я подружился с Мусой Ломаевым который был одним из узников чеченцев кадыровцев да он чеченец который был в кадыровской тюрьме и когда я понял что все то что они делали в Бучу Верпине они делали в Грозном они делали по всем тейпам в Грузии потом они уже делали это в Чечне когда чеченцы помогли им это сделать в Грузии к сожалению потом они начали делать это и в Чечне И чеченцы и много кавказских стран допустили роковую ошибку тогда. Они вместе с Россией воевали против Грузии. Это была их роковая ошибка. Грузия на сегодняшний день, в отличие от других соседних стран, сохранила свою независимость и суверенитет. А как произошел этот момент, возвращаясь в прошлое на эти 30 лет, когда отец сказал «Мамука, идем на войну». Это не так быстро было принято решение. Во-первых, он взял меня на свою военную базу. Я порядка двух лет, может быть, жил на военной базе вместе с отцом. Это не было спонтанным решением взять просто маленького мальчика и показать, что грузины, извините, с яйцами нет. Я на тот момент уже был настолько же обучен, как и любой солдат из его бригады. То есть он взял меня как солдата. И это служило примером для всех остальных солдат. И я выполнял то же самое, что делали и другие. Так что мой отец один из идеологов грузинского легиона и один из создателей, потому что идея помочь Украине принадлежит и ему. Он три года был вместе со мной здесь и воевал вместе с нами. К сожалению, он скончался несколько месяцев назад. И вообще история нашей семьи, борьбы с Россией, она тоже довольно длинная и долгая. Наша семья была расстреляна при первой аннексии Грузии. Моему предку пришлось поменять фамилию на ту фамилию, которую я ношу сейчас, чтобы избежать казни. Потому что Россия в основном расправлялась с элитой. Моя семья принадлежала к инженерской фамилии Бакрадзе, которую расстреляли абсолютно всю. И 18-летний парень, сбежавший из Табилисии, он поменял свою фамилию на Мамулашвили. Просто Мамулашвили это же как бы сын отца. Мамулашвили это символическая фамилия, а она значит сын отечества. Сын отечества. Мой грузинский очень примитивный, он там заграничивается ста словами. Но я это вот с моим примитивным грузинским перевел как сын отца. Сын отечества. Да, он поменял эту швили. Я боялся спросить сначала о фамилии той предыдущей. Потому что у меня в жизни был эпизод, когда я встречал людей, уезжавших из Сванетии. И живших где-нибудь в районе Казбеги. Которые до сих пор еще не называли свои имена в силу тамошних вендетт. Но здесь другая вендетта. Здесь вендетта семьи Бакрадзе против царского престола. Мой отец поменял фамилию на нашу историческую. Он умер уже по своей старой фамилии, по Бакрадзе. Это вендетта? Я бы сказал, мы не настолько злые, чтобы заниматься взятием крови. Это в Грузии называется. Мы просто не любим баланс. Когда нарушается баланс между добром и злом. Я думал, мои предки делали то же самое. Я не думал, я знаю. Потому что они занимались тем же, чем я занимаюсь сейчас. Борьбой против России. И это не банальная месть. Это идеологическая борьба. И на эту борьбу меня направил как раз мой отец. Его направил его отец. Так что у нас история борьбы с Россией. Потому что много было ветвей. Много было княжеских семей. Была семья Арбелиани, которая сотрудничала. Да, конечно. Которая помогла похитить Шамиля. И были Бакрадзе, которые... Я не знал этих ваших корней. То есть искренне. Я о них не часто... Я, наверное, раза-два их упомянул где-то. И то просто, когда меня спросили. А так, ну, нашу семью расстреляли. У нас есть история семьи. Один из наших знаменитых предков. Тоже был одним из знаменитых воинов. Который тоже погиб на войне. И даже несколько фильмов Грузии посвящено ему. То есть, ну, наша фамилия была такая боевая княжеская фамилия, которая практически воевала постоянно против российской оккупации. В современности мы называем это уже российской оккупацией. Да, когда-то это было чем-то другим. Ираклий II и все остальное. И это было так гибридно. Я помню эту старую историю, если она правдивая, когда как грузинское дворянство тогда согласилось на эту якобы реформу. Да, но потом, еще после этого, вот этот вот, откуда этот грузинский кинжал с рукоятью, которую нельзя взять рукой. Я так понимаю, что Бакрадзе не взяли этого. Нет, не взяли, они постоянно были, скажем так, вне закона с Россией. Так что приходилось воевать, приходилось менять фамилию. Я думаю, я верну свою историческую фамилию рано или поздно просто. У меня вся документация сейчас на Мамулашвили, потому довольно сложно это делать, а то бы я уже вернул. Ну, и уже фамилия Мамулашвили стала где-то легендарной здесь. Да, и это без лести, да, просто. Ну, все, кто говорят о грузинских подразделениях, говорят Мамулашвили. Здесь Мамука Мамулашвили, он же Бакрадзе, да, он же Ушангий с 2014 года. Да. Это произошло, когда стало понятно, что в Грузии сейчас не вернуть свои земли и Самачабло, и Абхазете, или что стало триггером, что послало на эту войну? В Украину вы имеете в виду? В Украину меня спровоцировало слово война и слово Украина. Единственное, с чем у меня ассоциировалась Украина, я ее не знал абсолютно. Я не знал, какие там люди, я не знал вообще эту страну, исторически-чисчески знал какие-то фрагменты. Единственное, что стало триггером, это то, что в Украине начинается война, Украина борется за свободу. И мне вспомнилось, когда я в 14 лет ехал в автобусе, там на войне, и мы взяли несколько по дороге, несколько гражданских, которые говорили, вот приехали добровольцы из Украины, и сейчас они нам помогут. Когда? В 92-й год. И это у меня где-то в подсознании сидело. И когда вот я услышал эти слова, я сказал, что надо воевать. И вот это было началом грузинского легиона. Я посоветовал со своим отцом на добрые решения, и тогда мы поехали в Украину. Я так понимаю, что сейчас, ну, я не провоцирую на цифру, да, можно ее оставить, естественно, ну и понятно. Но вот я, конечно, сразу вспоминаю 300 рогвийцев, и я так понимаю, что примерно это такой же размер подразделения. Нет, сейчас это намного больше подразделения, но с самого начала там было 80 человек, как я помню, офицеры, приехавшие из Грузии. Грузинский легион очень динамично развивался на протяжении этого времени, накапливал опыт. Сегодня мы одно из лучших подразделений без всякой лести к себе. В украинской армии мы занимаемся спецоперациями. Грузинский легион составляет из себя более тысячи человек. И разбит на маленькие группы, которые выполняют хирургические задания на линии фронта. На данный момент выполнено более 200 операций. Я статистику не смотрел, но выполнено более 200 операций. Куча техники, куча живой силы. И мы продолжаем это делать без потерь. Шесть человек было ранено, два американца, один из них ослеп. Вот за несколько... В прошлую неделю просто был убит наш инструктор из Бразилии, девушка, которая приехала нам помогать. Она отправилась в другое подразделение к своим знакомым бразильцам. И там попала под ракетные обстрелы и погибла, к сожалению. Это первая жертва Грузинского легиона после 24 февраля. Но это сильный показатель. Это сильный показатель. И я думаю, что статистика ведения боевых операций Грузинского легиона, она будет раскрыта после войны. И вы убедитесь, насколько эффективны мы были. Потому что российская пропаганда пытается подавить то, что мы делаем, пытается дезинформировать. Практически каждую неделю они выпускают серию фильмов, убили подразделения Грузинского легиона. Мы сами стали одной из таких жертв и провокаций. Мы ехали еще только на войну, или были уже на одной из баз, с нашей маленькой группой. И мне Коцарава, и Хмаладзе, и Цеце все кричат, «Проверь, проверь, проверь, Волновахи окружили, погибли, 30 человек». Я говорю, скорее всего, фейк, потому что, насколько я понимаю, их там не было. И это вот одна из таких штук. Причем вброс через телеграм-каналы. Да, конечно. Но эта пропаганда идет. Нам посвятили русский не один фильм. Фильм, ну пропагандистский фильм, как мы расстреляли Майдан, скажем, как мы сожгли дом быта, или, я не знаю, где там, в Одессе спали. Так это про грузинских снайперов, это легенда про легионеров. Да, конечно. Это вот отсюда. Там у них есть даже несколько грузин, ну, насколько я понимаю, это грузины, которые уверяют, что они служили в грузинском легионе, им было приказано расстрелять весь Майдан. Вот, и хотя, ну, по физическим данным, это ребята, которых только выпустили из тюрьмы. Что если посмотреть на моих снайперов и посмотреть на дедушек, которых они показывают, ну, несовместимо они с нашими снайперами. Только это. И еще они представляются из структуры в Грузии, которая никогда не существовала в Грузии. Вот. Ну, дешевый фильм, довольно дорогостоящий, насколько я понял, снятый итальянским телевидением. Одним из центральных итальянских телевидений, которые распиарило этот фильм, и пытались сделать такую пропаганду, что, ну, вот грузины приехали, расстреляли Майдан и привезли сюда американцев. Ну, вот такого типа фильма мы делали на протяжении всех этих восьми лет. После этого просто продолжают провокационные видео, что они убили подразделения грузинского легиона. Я уверен, когда они сталкиваются с грузинским легионом, потому что наши группы работают автономно. Бессуази, когда они сталкиваются, им это абсолютно не нравится и никогда не понравится. Так что могут пропагандировать, нам это не мешает. Мы так, ну, вот, про связь, да, мы так потеряли ратиани. Это вот одна из вещей. Опытнейший солдат, ветеран иракской миссии, афганской, точнее, миссии. Потом в восьмом году награжден за то, что он делал здесь, на фронте. Он пытался вытащить травмированного французского бойца. Великолепный парень, но по-настоящему достойный. И он включил телефон. Вот он потерялся, и нужно было вернуться. Мы не используем даже радиосвязь. Но наши группы действуют автономно. Они не на связи. У них есть своя артиллерийская поддержка, так что им не нужно ни с кем контактировать. Они занимаются операциями, которые могут выполнить маленькое подразделение. Довольно серьезные операции. И ликвидация офицерского состава русского. Так что у нас более 32 групп сейчас, в данный момент, которые работают на линии фронта. Ну вот если мы говорим сейчас о тактике, то понятно, мы там интервью такое для общей публики, украинской. Ну вот один лайфхак. Да, вот военному, который только приходит, да, или уже опытному бойцу, вот один такой, как это, трюк от командира грузинского региона. Знаете, я бы не давал... Научить своему хуку какому-то одному. Я думаю, это стоит такому хуку научиться при личном общении. Это не для публики. Но я бы посоветовал людям, которые не умеют воевать и воюют непрофессионально, не надо стремиться к этому, потому что здесь погибают люди. Мы профессиональные военные, мы знаем, как это делать. Мы это делаем на протяжении всей жизни. Я бы посоветовал людям, которые не умеют это делать, чтобы они помогали чем-то другим. Не обязательно подставлять себя под пули, чтобы показать свой патриотизм. Так что, я думаю, это лучший совет, который я могу дать. Это мудро. Ну, а вот тактики их по сравнению с 92-м годом, что-то изменилось принципиально в том, как они ведут войну. Я очень сомневаюсь, что изменилось, потому что Российская Армения эволюционирует. Насколько это видно, я не знаю, но я участвовал в войнах и 30 лет назад, и сегодня. То есть тактического улучшения я у них не вижу. Это группировка, это банда войск, которая приучена по своей сути грабить, убивать мирное население и обстреливать мирное население. Конечно же, недооценивать нельзя. Есть кое-какие профессионалы тоже. На этих профессионалов мы и охотимся. Есть группы специального назначения, которые становятся нашей целью. И мы довольно хорошо справились со своей работой, особенно в последнее время, последний месяц. так что я бы сказал, они не эволюционируют ни ментально и ни физически. Единственное, что им добавляется, это произведенное оружие. То есть в этом они хороши, производят оружие в большом количестве и концентрируются просто на том, чтобы физической силой забросать ракетам и то, чем они занимаются в Украине. Вот этим ограничивается тактика российских войск. Они уничтожают практически села и после полного уничтожения артиллерии могут туда зайти. Мы еще до того, как мы начали писать этот разговор, говорили с нашими коллегами тут, да, вот мы все нашей маленькой группой. А если бы сегодня из Грузии вылетал такой же чартер, как тогда вылетал чартер с нами и с частью бойцов грузинского легиона, который был не выпущен тогда правительством под контролем бензины, вот если бы сегодня вылетал такой чартер, он снова не смог бы взлететь или что-то изменилось там? Я думаю абсолютно пока что ничего не изменялось, потому что мы имеем тоже правительство, мы имеем ту же прорусскую продажную власть, которая присоединилась к санкциям против России. Так что я думаю пока что политической смены в Грузии нет. Мы ее должны ждать на будущих выборах, потому что назрел уже протест народа, которому позиция правительства абсолютно неприемлема. Так что я думаю в скором будущем это изменится, но на данный момент я думаю повторилось бы то же самое, что и было. Я помню они не выпускали тело с погибшим счастьем бойцом, вернее не впускали его в Грузию. и для меня ужас этого момента состоял в том, что я был в Грузии еще в момент правления Миши Саакашвили и в какой-то момент, когда в Грузию не пустили тело вора в законе, деда Хасана, вот одной из этих легендарных группировок воровских, не пустили для того, чтобы не допустить как бы сходняка вора в законе тогда, на тот момент. И здесь происходит абсолютно идентичная ситуация только по отношению к бойцу и к герою войны. А сейчас Соломезу Робишвили встречала тела погибших наших ребят Давид Ратиани, Гия Беряшвили и кого-то из других грузин, кто погибли. Это просто как бы политическая игра. Только. Это не движение никакое. Это всего лишь политическая игра, потому что протест народа уже настолько напряженный, что им приходится идти на какие-то они отступают от своей позиции. Может, не отступают, пытаются это показать публике. Потому что народ Грузии такие ошибки не прощает. Ни одному правительству неуважение к своим героям Грузия никогда не простит. И они это понимают. пытаются сыграть и продлить свою политическую жизнь на данном случае. Какой-то флирт с духами погибших. Наверное, это очень грязная игра. Да, конечно. Сейчас мы здесь, в Киеве. Киев освобожден. но мы продолжаем жить в этом состоянии постоянной ракетной угрозы, постоянной угрозы какого-то тактического удара потенциального. Какое ощущение, с какой стороны они попробуют ударить снова? Продолжится вот эта мясорубка медленно тянущаяся на востоке или он я имею ввиду кремлевского карлика попробует потенциально принципиально сменить какую-то там ввести новый фронт или ввести какую-то новую тактику. Чего можно ждать по ощущениям? Я думаю на востоке война будет продолжаться, но я не один раз говорил и на мой субъективный взгляд я думаю все-таки они выберут то же направление и пойдут опять на Киев с помощью Белоруссии без помощи Белоруссии мне кажется они будут пытаться исходя из своей военной неграмотности проломиться опять на Киев через ту же дорогу хотя это на мой взгляд с военной точки зрения это невозможно так что одно из направлений потенциально опасных остается тоже белорусское направление о которой я говорил еще до войны и практически стопроцентно предсказал как они будут входить в Украину сейчас есть потенциальная угроза как раз Белоруссии и все зависит от того насколько быстро мы будем получать вооружение от западных партнеров чему украинцам стоило бы научиться сейчас в этой войне и чему мы украинцы до сих пор не научились знаете на протяжении 8 лет если вы спрашиваете про войну Украина накопила колоссальный опыт кроме того Украина установила свой собственный стандарт ведения боевых действий после 24 февраля для меня стало уже четко и ясно что Украине есть свой стандарт Украина использует тактику деконцентрации войск которая сыграла ключевую роль и практически спасла основную часть армии которая будет участвовать в наступательной операции так что Украина опускала сегодня сама опытная армия в мире потому что таких боевых действий современных не проходила ни одна армия мира это не миссия в Афганистане или в Ираке где не используется авиация где не используется тяжелая артиллерия и приходится практически с банд группировками воевать в Украине мы воюем полноценную войну с использованием абсолютно всего оружия кроме ядерного которое на данный момент существует современного так что Украина уже установила свой стандарт и вообще концепция войны будет переоцениваться после войны в Украине позывной Ушанги это не позывной это имя это имя это имя рождения просто после крещения нам дают второе имя и Мамука имя моего крещения в Шанге меня никто не называл меня всегда называли Мамукой всю свою жизнь вот и в Шанге это было где моей бабушке насколько я знаю было имя одного из ее братьев как я помню так что в Грузии дается два имени ну то речайшее имя редко даже в Грузии я практически никого не знаю с таким именем я не знаю проживший 40 лет я не встречал такого имени так что это редкое имя ну это более старое имя наверное грудинское которое использовалось в последнее время и им детей не называют вот меня назвали в честь своего дедушки и в принципе меня никто им не называл до сих пор а позывной? позывной меня с детства называли герой герой ну после плена после всех вот этих историй меня с детства называли герой даже на грузинском меня герой называли то есть на грузинском герой звучит как гмыри меня называли на герой ну так точно мои друзья это очень украинское имя гмыря да это вот ну это звучит очень по-украински гмири гмири очень пол но это такие чисто вот мои друзья начали меня назвать так в шутку потому что мы не знали что я детских лет воюю и вот так вот осталось уникальный случай да когда подразделение вновь появившаяся до созданная с нуля созданная человеком приехавшими с другой земли имеет свою артиллерию и это наверное один из главных моментов главных вот лайфхаков реально как стать самодостаточным эффективным и спасти наибольшее число бойцов да знаете мы искали альтернативу артиллерийской поддержки потому что артиллерийская поддержка она не мобильная она не может передвигаться с нашими группами так как тактические группы очень быстро передвигаются и могут оказаться в разных точках так что мы решили эту концепцию своей артиллерии минометов которая постоянно находится рядом с группой которая выдвигается на задание вот эта группа артиллерийской поддержки которая работает очень точно очень четко и очень быстро мобильность передвижения самое главное и практически нам не нужна тяжелая артиллерия которая прикрывает пехоту у нас есть все свое это решение практически дало нам возможность автономно передвигаться они зависимости ни от кого и решать свои задачи без за всякой поддержки я думаю главная мечта украинцев сейчас это очень эгоистичная мечта это второй фронт где может появиться этот второй фронт я бы сказал где он может появиться но я просто воздержусь от этого потому что грузинские власти так и ждут что я сказал что в грузии нужно нас начинать войну понимаете дело в том что грузия она находится под оккупацией я не знаю насколько возможно решить с россией такой конфликт дипломатическим путем вот по-моему то что вы сейчас говорите вы сами не верите в это да то что ты сейчас говоришь однозем конечно ну я думаю о довольно сложно будет и на какой-то момент может быть грузии придется и воевать за свои территории так что не исключено что грузии все еще придется повоевать за оккупированной территории сожалению это связано с жертвами к сожалению никто из нас этого не хочет но то чтоб исторически принадлежит нам и мы это никому не отдадим особенно русским сама чабло меня всегда атакуют какие-то псевдо либеральные грузины говорят что так говорить нельзя мне кажется что то место до откуда пришел давид сосланий до муж величайшей царицы тамар самой географии своей самой логикой своего местонахождения отрезанным хребтом от любой другой там грядой от территории за северным кавказом не могло быть ничем кроме грузии в принципе до исходя из всего географической локации хотя бы хотя бы так да и меня поражало то как долго и до сих пор это место включая схем вали использовалась вплоть до того что использовалась украинскими схематозниками вместе с фсбшными схематозниками на самом деле агентурой украинской и кремлевской для создания этих серых схем для создания операционных центров для создания теневой экономики насколько цхинвалий по-прежнему остается расчетным центром а для функционирования вот этой серой зоны зоны в том числе финансовой дестабилизации экономической дестабилизации наркотрафика а мы знаем что одна из историй была там в восьмом году или в девятом сразу после войны когда американские спецслужбы заблокировали там обогащенный плутоний до оба материал для создания ядерной бомбы почему это случилось и продолжается ли эта тенденция до сих меня конечно же продолжается в принципе эта зона является такой зоной прикрытия для русских где они практически могут проводить экономические операции это происходило во время шаварнадзе это происходило практически на протяжении всех на 30 годов ну вплоть до 2008 года когда там начались уже проблем за кашеве и как я помню начал перекрывать как раз вот этот трафик наркотиков которые заходили через схемали в грузию и вот это было одной из причин когда русские страны стали расстраиваться также абхазия используется как платформа контрабанды конечно ли это прибрежная прибрежный регион и его тоже используют использовали используют для транспортировки наркотиков в россию так что у россия нашла пользу как раз вот в этих регионах для того чтобы использовать для субук сугубо своих целей канал транспортировки наркотиков в россию или в россию я думал потому что канал именно туда не на выход цивилизованный мир я бы не сказал потому что абхазия ограничит с россией тоже с исторической грузинской землей в сочи так что довольно легко провозить ее через серую зону они ввозят прямо в россию это бесконтрольная практически территория через которую можно провозить абсолютно любую контрабанду россия это использует кто крышует это там с с грузинской стороны я думаю на сегодняшний день это крышует грузинское правительство так представители так называемой власти абхазии я уверен что грузинский власть тоже это с этого что-то имеют так что колоссальное число наркоманов начала появляться в грузии так что я не сомневаюсь что и представители нашего правительства занимаются контрабандой наркотиков в том числе где остановится рашистан он остановится украине он уже остановится украине потому что украина россия не ждала такого сопротивления абсолютно не ждала она увидела радикально другое что и обещали увидеть и россия здесь остановилась просто нам нужно какое-то время чтобы покончить с россией процесс разлагания россии уже начали я думаю скоро россия в том виде в котором она существует сейчас ее не будет украина сделала и взяла на себя практически обязанности всех натовских стран сила на себя удар и победила это вернее спасибо за этот разговор я думаю что ну я думаю что очень сильный разговор получился спасибо огромное на мука мадлоба диди мадлоба диди спасибо за просмотр!